Медведчук обвинил властью Украины в замалчивании фактов трагедии 2 мая в Одессе. Председатель Полицовета Украинской партии и оппозиционная платформа «За жизнь» Виктор Медведчук обвинил властью Украины в нежелании расследовать трагедию 2 мая в Одессе. Это реально страшно, как в Одессе нападают на украинских активистов. В Киеве опасаются дестабилизации и пророссийского восстания. Он обратил внимание на то, что на протяжении пяти лет не президент Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, не его окружение не посчитали нужным вспомнить о тех страшных событиях. Родные погибших так и не услышали слов соболезнования и поддержки от народной власти. И так и не увидели желания провести объективное расследование, найти и наказать виновных, цитирует Медведчук Корея новости в среду, 1 мая. По его словам, уже во всем мире убедились в том, что украинская власть, которая возвела антироссийскую истерию в ранг государственной политики, не заинтересована в объективном расследовании трагедии. 25 марта в ходе пресс-конференции бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что сотрудники СБУ по меньшей мере знали о готовящейся атаке на Одесский дом профсоюзов в 2014 году и могут быть причастны к их организации. Он напомнил, что движущей силу этого преступления являлись ультраси и националистически настроенные организации. По словам Прозорова, любая спецслужба мира имеет своих осведомителей в подобных организациях и знает об их возможных планах. 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с националистами. Активистам пришлось укрыться в местном доме профсоюзов, однако в результате они оказались заперты внутри. Представители правого сектора, организация запрещена в РФ, заблокировали выходы и подожгли здания. По тем, кто пытался выбраться, радикалы открывали огонь. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 48 человек, более 250 получили ожоги и ранения. В сентябре 2017 года Ильичевский городской суд города Черноморско-Одесской области оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года. Согласно решению суда, для вынесения обвинительного приговора не было убедительных доказательств. 30 апреля 2019 года ЦИК Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома, он набрал 73,22% голосов, а его оппонент действующий президент Петр Порошенко – 24,45%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова